В этой профессии без крови не обойтись, ведь дело имеешь с сердечно-сосудистой системой. Вот она, врачебная магия. Вы видите хирургическую операцию на сонной артерии. Хирурги пережали ее с двух сторон и специальными инструментами очищают стенки сосудов от образовавшихся бляшек. А затем врачи формируют новую стенку при помощи современных материалов, сделают что-то вроде заплатки, тем самым спасая человека от гибели. Еще сложнее будет выглядеть операция на самом крупном сосуде в организме человека – брюшной аорте, ведь ее патологическое увеличение может привести к разрыву и фатальному кровотечению. Но все можно восстановить, благодаря современным протезам и золотым рукам ангиохирургов. Каждую неделю, почти каждый день подобные операции проводит команда врачей во главе с Юрием Казаковым, главным специалистом по сердечно-сосудистой хирургии Верхневолжье. Он сам, его коллеги и ученики в стенах областной больницы постоянно восстанавливают сосуды, спасают пациентам не только их аорты и артерии, но и внутренние органы, руки, ноги, да и вообще продлевают им жизни. Удивительное дело, даже после нескольких часов, проведенных в операционной, он может без устали говорить о сосудистой хирургии, рассказывать про уникальные случаи в своей врачебной практике. А те, кто давно работает с ним бок о бок, казалось бы, некоторые истории слышали уже по нескольку раз, но слушают снова и снова, с вниманием и профессиональным восхищением, пытаясь уловить новые подробности. Профессор Юрий Казаков еще в начале 80-х сделал уникальную операцию, пришив мужчине его руку, оторванную каким-то колхозным агрегатом во время работы в поле. Привозят одного пациента, достаточно молодой мужчина, потом я узнал, он председатель колхоза, и в тряпке завернута рука. Я не был готов, конечно, не морально к реплантацию верхней конечности, но тем не менее, тогда прошла в стране первая операция, доктор Датяшвили реплантировал ножку Расси из Прибалтики, там косилкой отрезала ногу девочки. И это было как раз несколько месяцев назад. У меня как раз это было в памяти. Ну, я решил, что, в общем-то, нам тоже, тем более, этот пациент просит, пришейте руку, когда пациент просит, как доктор может, в общем-то, отказать пациенту. И вот так вот, я говорю, что давайте в операционную больного, а дальше начал додумывать. Ага, давайте руку в холодильник кладите, обложите льдом, то есть и вот этими различными этапами. Дальше восстановили артериальный кровоток, смотрю, у меня кисть уже, кисть как раз к жемоту моему, она прилегала. Смотрю, уже потеплело, пошел кровоток, да, нужен теперь венозный отток и так далее, да. То есть, таким образом мы пришили руку, и я могу сказать, что этот пациент, он до сих пор жив, он своей рукой пользуется. Я не могу сказать, что она полностью функциональная, она так, как здоровая, но тем не менее, он в локтевом суставе полностью, он там и внуков держит на руке, там и управляет машиной, там и так далее. То есть, она не то, что она мешает, она ему только в жизни помогает. И тут же показывает и рассказывает о пациентах сегодняшних. Одному мужчине спасли ногу, другому сосуды руки. Он принципиальный хирург, считает, что для профессионала не должно иметь никакого значения, где, когда, в каких условиях и с кем он оперирует. И в пример ставит систему отбора специалистов, которая была в медучреждениях страны лет 30 назад. Вызывали к себе несколько человек и говорили, вот, пожалуйста, здесь больные с заболеванием желудка, с заболеванием печени, грыжи и так далее. Вот мы вам дадем оперировать кого-то из этих больных. Когда дело подошло к одному человеку, вот вам придется оперировать желудок, а он доктор наук, он сказал, вы знаете, извините, я плохо себя чувствую. Я, пожалуй, не буду участвовать вот в этом конкурсе. Другой тоже отказался, а вот Иван Федорович Сырбовский, он уже опыт имел по резекции желудка очень хороший, значит, он прооперировал язвенную болезнь желудка, и таким образом его взяли на заведующего кафедра общей хирургии в Запорожье. Вот этот отбор, вот это специалист. Это теперь он фигура в хирургии, соизмеримая с Лео Бакерией, его другом-коллегой. Юрий Казаков, доктор наук, член президиума Общества сосудистых хирургов России, уже долгие годы заведующий сердечно-сосудистым отделением в Тверской областной больнице и одноименной кафедры в медакадемии. Но было время, когда Юрий Иванович задумывался о военной службе, а не о врачебной. К тому же рядом был премьер, отец, боевой офицер. Я, естественно, хотел таким быть, как мой папа. Хотел быть тоже летчиком, тоже боевым человеком. Вот узнав это, он со мной многократно проводил беседы про профориентацию и объяснял, что самое лучшее, Юра, это все-таки врач. Лучше на свете ничего нет. И вот человек военный, а вот сумел мне это четко внушить. Юрий Иванович родился в Архангельске после войны в 1948-м. До приезда в Тверскую губернию на родину отца успел пожить с родителями в Мурманске Калининграде. В школу Казаков пошел, будучи уже жителем Сележарова, а окончил уже в Лихославле с серебряной медалью. Когда поступал в тогда еще Калининский мединститут, воспользовался шансом и блеснул знаниями по любимому предмету – физике. Во время учебы в ВУЗе большой любви к медицине не питал, до тех пор, пока не познакомился с прямым потомком Даля – профессором Львом Журавским. Под влиянием этого хирурга и доцента Модеста Тебенькова Казаков погрузился в научную работу. Потом были годы интернатуры в Ржевской ЦРБ и возвращение в Калинин. Однако из-за смертельной болезни профессора Журавского Юрию Ивановичу пришлось искать другого руководителя его диссертации. Поехал в Москву, не зная никого, небольших профессоров, никого, то есть кому бы мне подойти. И вот меня направили как раз к Францеву Вячеславу Ивановичу, которого вы видите. Он выходец из Твери, очень сильный хирург, хирург, поврожденный пороком сердца, русский человек, душа русская. Он меня принял очень хорошо и помог, нечего этого слова бояться, помог защитой диссертации. Но главным учителем и путеводителем в профессии для Казакова стала выдающейся легендарная хирургесса, которая когда-то была правой рукой киевского академика Амосова. Перед нами портрет Лены Николаевны Сидаренко. Ну, это очень такой неординарный, очень авторитетный. Есть много эпитетов, можно сказать. Человек – это первая женщина в нашей стране, которая развивала кардиохирургию врожденных пороков сердца. Она первая оперировала в барокамере пороки сердца. То есть это человек, который на слуху у всех кардиохирургов, не только нашей страны, но и мира. Вот сейчас нет Лены Николаевны Сидаренко, а до сих пор приходит из Америки приглашение, они не знают, что она уже скончалась, приглашение ее на какую-то конференцию. То есть американские кардиохирурги с восторгом относились к этому человеку. Вот всегда думают, мы дадим сейчас аппаратуру, а где люди подготовлены к ней? Так вот этому человеку, по сути дела, аппаратура большая не нужна. Она старенький аппарат искусственного кровообращения нашла, переделала сама его под операции, которые можно выполнять с искусственного кровообращения, у детей, и начала оперировать. Получились хорошие результаты, то есть оперировались все врожденные пороки сердца, очень сложные пороки сердца, летальность практически была нулевая. Эти операции, правда, руководство города тогда посчитало нерентабельными и запретило их. Сидаренко никто не поддержал. В итоге полноценную кардиохирургию в Калинине зарубили на корню. Возвращаясь к случаю с пришитой рукой, Юрий Иванович отмечает, что благодаря его совместной работе с хирургесой удалось избежать интоксикации, и тот мужчина выжил. Мы с Леной Николаем Сидаренко, опять я хочу вспомнить ее, мы провели в областной больнице первые сеансы гемосорбции. Сейчас это все знают, то есть очищение крови, гемокровь, сорбцию очищаю. И вот я эти сорбенты привозил из как раз Дарнинского мясокомбината из Киева в рюкзаке. Я помню, меня на вокзале милиция остановила, чего ты везешь в рюкзаке. Видите, была все-таки хорошая проверка, да. То есть я что-то привлек внимание, меня остановили, проверили, там проверили бумаги, что я не везу никакой криминал. И вот таким образом я привозил эти сорбенты для того, чтобы первые операции по очистке крови мы привели. Сегодня же ангиохирурги областной больницы имеют возможность проводить сложные операции на специальном дорогостоящем оборудовании, тем самым избегая рисков осложнений. Вот Юрий Иванович показывает нам рентгеновоскулярную операционную. Здесь находится ангиографическая установка для диагностического исследования сосудов от головы до пят. Это рентгеновская установка, которая позволяет видеть то, что происходит внутри человека, видеть инструменты, катетеры и записывать это данные в виде цифровой информации на компьютер. Вот видно сегодняшний больной, сегодня снятное исследование, запись коронарных сосудов, то есть сосудов сердца. Прекрасное качество картинки на мировом уровне. Сергей Янда – воскулярный хирург. В свое время по рекомендации профессора Казакова стажировался в столичном центре имени Бакулева. И вот сейчас проводит обследование и так называемые бесскальпельные операции – стентирование, коронарную ангиопластику. Это не совсем бесскровный метод, и всем по голову его применять нельзя, только по строгим показаниям. То есть, по сути, исследование – это мини-операция. Вот в данный момент лежит пациент, ему проводятся просто диагностические исследования, но внешний вид такого больного, как будто происходит операция. А сам что-то человек чувствует? Человек внутри себя обычно ничего не чувствует. Наиболее неприятный момент – это сам вкол, но это происходит под анестезией. То есть, сама процедура не больнее, чем укол для человека. В принципе, риск определенный есть, осложнение, как и при любом исследовании и вмешательстве, но на современном уровне он сведен к минимуму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова